ВЫПУСК 26 ДУБЛЬ 1 И матч недели. Зенит-Химки. Прямо сейчас. Зенит продолжает удивлять всю баскетбольную Европу и уверенно держится на первой строчке в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. Химки словно на другом полюсе. Всех проблем желто-сидних и не упомнишь. Кажется, их слишком много. Но когда команды играют на паркете друг против друга, это всегда горячо и жарко. Исполняющий обязанности главного тренера Химок Андрей Мальцев уже вряд ли помнит значение выражения «без проблем». К общему вороху кадровых потерь желто-синих добавилась еще одна, но очень значимая. Из-за повреждения в матче с Зенитом не мог принять участие Алексей Швед. Пришлось выкручиваться. И выкручивались химки. Здорово. Моня вспомнил молодость и как в лучшие годы провел идеальную первую половину. Антон Панкрашов в родном городе напомнил про навыки шоумена. По большей части у Химок в атаке заправляли немногочисленные иностранцы, а именно Джордан Микки и Эрик Макколум. В первой половине Микки устроил дуэль с форвардом Зенита Алексом Пойтрасом. Не сказать, что Микки эту дуэль выиграл. Вернувшийся после травмы Пойтрас настрелял за первую половину. 20 очков. Попробуй удержи такого. Микки выступил скромнее. 7 очков и 6 подборов. Но его команда ушла на большой перерыв в роли лидера. 41-39. Мы уже собирались отдать карту игрока недели Пойтрасу. Но у американца были свои планы на вторую половину. Два очка и удаление за стычку с Сергеем Карасевым. Второе неспортивное замечание за игру. Борьба не прекращалась ни на секунду. И в концовку соперники тоже вошли на равных. За 2,5 минуты до конца Зенит лидировал 69-66. И началось время Эрика Макколума. К тому моменту защитник смотрелся не слишком уверенно. Всего 6 очков. Но дальше. Шоу одного актера. 3-3 подряд. Всего в заключительной четверти он набрал 10 очков. Если вам этого мало, защитник записал на свой счет еще и этот шикарный блокшот. Несмотря на геройство Макколума, Зенит был близок к тому, чтобы перевести встречу в овертайм. Бросок Остена Холлинса с центра площадки чуть было не достиг цели. Химки увозят из Петербурга важнейшую победу как с турнирной, так и с эмоциональной точки зрения. Эрик Макколум был просто невероятен 3-3, да еще и в жаркой концовке. Фантастика. Мы признаем мистера Макколума игроком недели. Эрик, держи карту. 16 очков, 4 передачи, блокшот и перехват. Отличный результат, но самое главное победа команды. После таких матчей некоторые правила отходят на второй план. Сразу после игры мы выходим на прямую связь с Эриком Макколумом. И звоним ему прямо в клубный автобус. Мы признаем тебя нашим тележурналом игроком недели. Держи карту. Ты счастлив? Это была тяжелая игра. Зенит хорошая команда, которая проводит мощный сезон. Мы отлично себя показали, особенно в защите. Идея столь слажена, что и принесло нам победу. Вы обыграли лидера чемпионата, а ты такой серьезный в командном автобусе. Я-то знаю, что сезон длинный, так что берегу эмоции. Знаете, это баскетбол. Если после поражений слишком расстраиваться, так и до депрессии недалеко. Излишне праздновать победы тоже неправильно. Так что стараюсь сохранять баланс. Не трачу эмоции, но этой победе, конечно же, рад. Последние минуты в твоем исполнении была просто фантастика. У вас это семейное? Мы с братом много работаем над своим ремеслом. Кладче все эти часы, проведенные в зале, дают о себе знать. И неважно, попадаешь ты в решающий момент или промахиваешься, ты точно будешь уверен в себе. А так играть значительно проще. Ну и приятно знать, что партнеры и тренеры в концовке доверяют именно тебе. Я это почувствовал и должен был им отплатить. Твой любимый момент в матче? Степбэк в концовке. Это вообще мой любимый прием. Так я освобождаюсь от более высоких соперников. Мой любимый момент в этой игре — твой блокшот. Потому что трехи забивать все умеют у вас в команде. А защищаться с такими блокшотами? Да, это тоже был классный момент. Но я должен был еще и завладеть мечом. Просто почувствовал, что Билли Бэрон будет бросать. У него ведь отличный бросок, так что я попытался помешать ему, а вышел даже накрыть. Все обсуждают ваши проблемы, а вы обыгрываете Реал и Зенит. Как это вообще возможно? Да в этом нет ничего такого. Каждый год у всех есть взлеты и падения. У химок присутствует и талант, и характер. Когда игроки хотят сражаться за команду, это всегда приводит к успеху. Сезон длинный, впереди нас могут ждать удачные и неудачные отрезки. Главное — продолжать бороться, и тогда мы выиграем еще не один матч. Ты сейчас в командном автобусе после крутой победы. А в автобусе тихо, мы спокойно разговариваем. Неужели все так устали, что никто не празднует? Серега, привет! Здравствуй! Твоя первая четверть фантастическая? Пока свеж был, знаешь. Надо было атаковать. Какая по счету молодость у тебя сейчас идет? Уже не молодость, уже, как я говорю, преклонный возраст, знаешь. Последний бросок Зенит бросал на овертайм. Испугался? Ну, я думал, если честно, он хорошо забьет ваш страх, но их дал ему пас, когда выкидывался лицевой. Но он промазал один, поэтому такая была нервная концовка. А так мяч близко был, чуть не попали, кстати. Если говорить про баскетбол, что изменилось за последний месяц в Химках? Ну, кстати, последние недели, ну, раз в футбол сыграли, я серьезно, можешь не вырезать. Перед Реалом подготовка была, мы играли футбол, я не шучу. А перед Зенитом во что вы играли? Нет, перед Зенитом была хорошая тренировка вчера, и в Химках готовились, разбирали, поэтому... Ну, я думаю, сегодня с самого начала начали хорошо играть, защищались. И счет сам говорит, что не очень большой был счет, поэтому никаких легких мячей не пропускали. Обыграли Реал, обыграли Зенит. Кто следующий? Следующая игра у нас на выезде, цена звезды, поэтому будем готовиться, посмотрим. Потом играем сейчас с перепадами, можем игру выиграть, потом в следующем поиграть, поэтому загадывать не будем, будем готовиться. Сереж, спасибо большое, поздравление команде. Ждем побед. Спасибо, давай, удачи. Переходим к другим матчам игровой недели. ЦСКА на своем паркете принимал в Смоки Минск. Казалось бы, никакой интриги. Минчане замыкают турнирную таблицу. Но ЦСКА в этом сезоне не раз проигрывал, находясь в статусе фаворита. Команда Дмитрия Сайтудиса вышла на матч после разгромного поражения от Анадолу и Фес в Евролиге. Видимо, это сыграло свою роль. Армейцы хотели реабилитироваться перед своими фанатами. И без проблем это сделали. Рывок 10-0 быстро превратился в 22-6. Казалось, белорусам сразу можно отправляться домой. Но команда Ростислава Вергуна собралась, сократив отставание до 5 очков. 27-22. Их камбэк в одиночку остановил Ифи Лунберг, набравший 8 очков подряд. На большую силу Смоки Минск не хватило. Уж слишком велика разница в уровне команд. ЦСКА играл эффектно и результативно. И довел дело до разгромной победы. 101-67. Армейцы пятый раз в регулярке преодолели отметку в 100 набранных очков. Сразу 6 игроков команды набрали 10 и более очков. Среди них Лунберг и нигерийский центровой Майкл Эрик, дебютировавшие за ЦСКА в единой лиге ВТБ. Смоки остаются на последнем месте. ЦСКА закрепляется на третьей строчке и продолжает погоню за Униксом и Зенитом. Один из аутсайдеров чемпионата эстонский Калев принимал саратовский Автодор. И здесь интригу могли увидеть только самые оптимистичные болельщики эстонской команды. Но в этом сезоне прогнозы не работают. Поначалу соперники шли на равных. Автодор на выезде не включал режим шоутайма по-саратовски. Да и Калев событий не форсировал. С первых минут в составе хозяев выделялась американская парочка Маркус Кин, Чавон Льюис. Они задавали тон всей атаке эстонцев. Калев отрывался, Автодор догонял. Вот краткий сценарий матча. Дело дошло до концовки. За 3,5 минуты до конца счет был равным 71-71. Клач оказался временем американцев из Калева. Кин и Льюис набрали все 14 оставшихся очков команды, забив 5 бросков из 6-ти. 85-77 есть победа Калева. Итоговая статистика Льюиса впечатляет. 26 очков, 9 подборов, 5 передач. У Кина чуть скромнее, но его роль в победе не меньше. 23 очка, 5 подборов и 3 передачи. Маркус Кин провел очередной шикарный матч. Напомню, его рост всего 175 сантиметров. Он самый маленький игрок лиги. Но в прошлом месяце одержал большую победу на ЦСКА и получил вызов на матч звезд Единой Лиги ВТБ. Мы встретились с ним и узнали все секреты его мастерства. Маркус Кин, 8-й номер, защитник сборной звезд мира, представитель таллиннского Калева. Человек, недавно чуть ли не в одиночку, заборовший ЦСКА. Всем привет, я Маркус Кин, защитник баскетбольного клуба Калев. Что творит этот маленький, но очень прыгучий Маркус Кин? Сегодня я дам вам мастер-класс и покажу навыки, которые помогают мне в этом сезоне. Ой, две подряд трехочковых бомбы от Кина. Одно из моих любимых игровых движений — кроссовер с переводом под ногой. На нормальной скорости это выглядит так. Делаю что-то в этом духе. Раз, два, или можно чуть по-другому. Получается как-то так. Это мое лучшее движение. Когда я двигаюсь к кольцу, то смотрю на ноги соперника. Я делаю движение в одну сторону, потом резкий перевод и прохожу к кольцу. Если он не покупается, то можно добавить еще движение. Так что это может выглядеть и немного иначе. Зависит от того, как реагирует защитник на первый перевод. Но, конечно, можно делать и другие вещи, пока я вам показал свое любимое. Ну а если дорога к кольцу закрыта, всегда можно бросить трешку. С ней у меня порядок. Иду в эту сторону, потом степ-бэк и бросок. Ну или можно так. Так что и здесь у вас есть куча вариантов. Вынимай! Ну и еще одно движение из самых распространенных. Показ на бросок. Часто делаю это движение в игре. Иногда покупаются, иногда нет. Можно пройти под кольцом. Что там в этом духе? Можно немного иначе. Показ, степ-бэк. Трешка. У этого движения куча разных вариантов. Очень много. Этого мы и добиваемся. Создать себе пространство для броска или прохода. Но я ведь не внезапно стал самым маленьким. Я всю жизнь был таким. В школе рост был еще меньше. Но посмотрите на меня. Добрался до довольно серьезного уровня. В чем секрет? Всегда старался вести мяч как можно ниже. Использовать это как преимущество. Да, я ниже. Но гораздо быстрее соперника. Поэтому пользуюсь этим. У меня уверенный дриблинг. Оппоненту сложно за мной успеть и сохранить баланс. Подойдет ближе? Я просто его обыграю. Сделает шаг назад? Брошу. Так что я превращаю небольшой рост в свое оружие. Я ведь не только самый низкорослый игрок лиги ВТБ. Я был самым низкорослым почти во всех лигах, в которых выступал. Уже привык. Знаете, у нас в Штатах есть такой термин. Дог. С точки зрения ментальности я себя к таким причисляю. В значении питбуль. Пес, который своего не отдаст. С железной хваткой. Я небольшого роста, а значит не могу давать себе послаблений. Ни физических, ни моральных. Поэтому на паркете играю с максимальной отдачей. И с жесткостью. И знаю, что могу на равных бороться с большими парнями. Сколько трешек подряд я забивал? Кажется, 25. Я, конечно же, не Степ Кари. Таких результатов, как у него, на тренировках у меня не было. Но давайте посмотрим, что у нас сейчас получится. Пойдемте в угол. Буду бросать. Отсюда. Эх, 15 подряд. Неплохо. Если промахиваешься, продолжай бросать. Как однажды сказал Майкл Джордан, никогда не промахивается только тот, кто не бросает. У меня такой же подход. Если я открыт, обязательно брошу. Да и если закрыт буду, все равно брошу. У меня, кстати, и прыжок неплохой. Я даже сверху забивать умею. В матче с Пармой я впервые в карьере заблокировал бросок. Прямо пригвоздил мяч к счету. Так что я умею забивать сверху. Но не часто это делают. Задангвить дают всего два очка. Так что я взлетаю только под настроение и после хорошей разминки. Я вам скину видео своих данков. Всем спасибо. Это был Маркус Кин, защитник баскетбольного клуба «Калев». Увидимся на матчах Единой лиги ВТБ. Я пошел. А ты, Леброн, оставайся здесь. Самый титулованный действующий баскетболист в Единой лиге ВТБ. 10 букв. Слишком просто. Андрей Воронцевич подписал контракт с Нижним Новгородом. Мы долго ждали эту новость. Андрей уже дебютировал за свою новую команду в матче против Астаны. Дебют получился неоднозначным. Много промахивался. Команда проигрывала с разницей в 22 очка. Но в итоге победа. Мы позвонили Андрею и узнали, как ему играется в черно-белой форме. Андрей, привет. Поздравляю тебя с хорошим дебютом. Наконец-то вернулся в бизнес. Доволен? Финалу с реализацией бы получше. Так, что победили. Хорошо. А так есть. Над чем работать. Я посмотрел, сделал такой анализ. После игры игру посмотрел. Так что есть, чем мы стремимся. А чем ты недоволен? Вы выиграли. Спасли сложный матч. Нет, ну там много не забил легких мячей из-под кольца. Эти полукрюки сегодня остался. Даже мы ездили сегодня сдавать тесты. А я пошел тренироваться. Потому что, ну, надо. Мы полгода обсуждали, куда ты уедешь. Испания, Сербия, Франция, Россия. И в итоге Нижний Новгород. Ну, на много моментов, честно. А так, самое, мне кажется, оптимальное сейчас для меня. И чтобы побыстрее физическую форму набрать. Хотя я тренировался все это время. Мы очень рады за тебя. И рады видеть тебя на площадке. Но все знают, какие жесткие тренировки у Зорана Лукича. Уже ощутил это на себе? Да, я поэтому и знал об этом. И, собственно, поэтому и было принято решение перейти в Нижний Новгород. Что такие тренировки они закаляют. Обычно во второй половине сезона физически такие мощные тренировки заканчиваются. Больше тактики, да. Так как игроки устали. А здесь много молодых, заряженных игроков. И мне это нравится. И это меня стимулирует на хорошую работу. Игра фантастическая. 22 очка проигрывали. А в итоге спаслись. Это было прям геройство. Приход Воронцевича в команду. Ну, я так не сказал. И руководство клуба, и тренеры, они понимают, что, естественно, как бы я не тренировался индивидуально, все равно не было такой большой практики 5 на 5. И спасибо сборной. Она тоже меня в тонусе держала. И тренер сборной Сергею Базаревичу за то, что проводил тренировки со мной. И подключался Женя Валиев, когда там он не был в клубе. Собственно, это и давало стимул такой, чтобы я не растратил форму. Но на данном этапе я только включился. И надеюсь, что от игры к игре буду приносить такой более оценный результат. Андрей, спасибо, мы рады за тебя. И соскучились по твоему баскетболу. Да, спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо. Горожане, похоже, удивили сами себя. Все же помнят, чем закончилась их история с Униксом. Ничего хорошего там не было. Отыграться с такой разницей невероятно сложно и круто. Сразу после матча звоним Зорину Лукичу, главному тренеру черно-белых, чтобы узнать, как команда держит удар. И доволен ли он дебютом Андрея Воронцевича. Зорин, привет. Привет, Дмитрий. Поздравляю с победой. Крутая игра. Да, ситуация внутри команды. Просто где-то, не где-то там, эта мальчик, которая про половину не наладилась. Произошел никаких супор внутри коллектива. Слава Богу, на характер, на правильном отношении второй половине успели исправиться. Андрей Воронцевич только присоединился к команде, это серьезное событие, и больше всех бросил. Это, знаешь, ожиданно. Ожиданно, просто ему надо набирать и форму, и прийти в нормальном физическом состоянии. Для этого понадобится какое время. Тогда самое важное для меня правоигра, его дебют. Не хочу сказать, испорчено ли. В принципе, надо-ка вписывать в коллектив. И это будет непросто. Просто у нас сейчас начинается карусель. Мы уже завтра летаем в Францию, потом обратно, поцелоками, по Турции. Тогда время нам мало, а есть много вещей, в коем надо сделать. Зоран Лукич известен своими жесткими тренировками. Я не знаю, для кого это надо спросить игроков. Уже, знаешь, меня это спрашивают. Ладно. Я просто разговор с игроком не имею такого впечатления. Я жесткий по отношениям с плохими людьми. Я, действительно, это жесткий. К Андрею Воронцевичу будут поблажки? Он через коллектива, и он очень хорошо вписывается. Даже и в отношениях, смотря с ребятами, тогда я не вижу никакие поблажки, бенефити. Сейчас в Нижнем Новгороде сразу пять игроков сборной России. Для меня очень приятно. И, знаешь, давай развернем эти разговоры так. Только три иностранных игрока, которые я буду играть. Или факт закончить сезон. Поэтому посмотрим. Я думаю, это побольше интересно для других. Мечтает ли Зоран Лукич тренировать сборную России? У России есть достаточно хороших тренеров. И я не вижу смысла, да. Где-то там Зоран нужен на такой позиции. Я как мечту тренировал такой известный коллектив. Это всегда да. Но в этом моменту сейчас я не вижу никакого смысла. Нижний Новгород не очень стабильная команда в этом сезоне. Какая команда в этой, можно сказать, стабильная? Очень стабильная. Я хотел сказать Зенит, но они только что проиграли Химкам. Вот видишь, и нам все были близко проиграть. Поэтому, да, они, может быть, играют действительно лучший сезон, сколько я слежу со Зенитом. Поэтому не слежу, сколько Зенит играет в этой, действительно это лучший сезон. Какой сюрприз, например, Зеленогород. Вот уже эта Зеленогород два раза проиграла Нижний Новгород. Поэтому у всех команды мы этой подъемы спали специально связано с, а не только с травмом в этом сезоне. Сколько и вся коронавирус. Сейчас можно, с учетом усиления, Вранцевич пришел в команду, называть Нижний Новгород скрытым фаворитом. Это другие должны сказать, не я. Мы просто идем шаг за шагом и посмотрим, как все это получится на концах. Обязан спросить. В последней игре Зорн Лукич был в очках. Смена имиджа? Ха-ха-ха, без ненавиджа. Зорн Лукич старый уж. Проблема существует уже несколько лет. Пришло время решать эту проблему. Зорн, спасибо большое. Извини, что отвлекаю. Рад слышать. И еще раз поздравляю с победой. Спасибо. Спасибо, Никита. Давай. В заключительном матче игровой недели Зеленогород принимала Пермскую парму. Сильнее оказались хозяева. Все результаты игровой недели на ваших экранах. Андрей Вранцевич перешел в Нижний Новгород. И Филунберг в ЦСКА. А Дрю Гордон уже месяц в локомотиве Кубань. И время зря не теряет. Получил приз самого ценного игрока февраля. Единой лиги ВТБ. Весна опять пришла. И лучики тепла освещают лучшие моменты игровой недели Единой лиги ВТБ. Внимание, хит-парад. Владимир Ивлев в любых гостях чувствует себя как дома. Скалер Боулин уже видел мяч в кольце. Ивлев сказал нет. Эффектный блокшот. Эрик Маколом, король концовок, остался один на один против Андрея Зубкова. И хладнокровно забил трехочковый. Чем меньше времени на таймере, тем точнее его броски. Передача Кевина Пангаса, Данка, Алекса Пойтреса. Вот рецепт попадания в хит-парад. Пангас разогнал быструю атаку и выдал чудо-пас. А Пойтрес поставил жирную точку. Мощнейший Данк. И Филунберг тоже умеет забивать сверху. Защитник армейцев убежал в отрыв и вкулотил сверху с сопротивлением. Датская школа данков. Теперь и в Москве. Три больше, чем два, но два иногда надежнее. О'Ерс Силиндж прошел вдоль лицевой и эффектно забил сверху. Игроки нижнего смотрели из первого ряда. Джоэл Баламбой и баскетбольный киборг. Этот Данк яркое тому подтверждение. Ему даже разбег не нужен. Фантастический атлетизм. Антон Панкрашов устроил шоу в Петербурге. Две передачи, одна изобретательная и другой. Если возвращаться в родной город, то только так, на стиле. Хочешь играть в ЦСКА, умей на паркете все. Ильфи Лунберг на страже своего кольца. Сразу два блокшота в матче Смоки-Минск. Датский Викинг не щадит соперников. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Янари Йосар не стал делиться мячом. Пошел в проход и отправил на постер Желька Шакича. Взрывной Данк прямо в лицо. И автором лучшего момента недели становится защитник Астаны Джеромай Хилл. Американец слегка ушел от Андрея Воронцевича и исполнил невероятный Данк. Участвовал в конкурсе трехочковых, а нужно было идти на Данк-контест. Ставьте лайк, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал Единой Лиги ВТБ, не пропускайте свежие выпуски тележурнала «Вид сверху» и помните, баскетбол — лучшая игра с мячом на планете Земля. Субтитры создавал DimaTorzok